Забота о воспитании детей стала одной из главных тем в недавнем послании главы государства Федеральному собранию. Особое внимание при этом предложено обратить на увеличение оплаты труда классных руководителей. Трудно переоценить вклад этих педагогов в воспитание детей. Они сопровождают их от первого урока до последнего звонка, давая путевку в жизнь. О судьбе учителя, отдавшего всю жизнь школе и откликах благодарных учеников в нашем сюжете. Преподавание – достойное занятие. Но достойно ли оцениваемое, учитывая невысокую заработную плату педагогов? На территории 40 регионов России преподаватели до сих пор имеют заработную плату в размере 15 тысяч рублей. А это чуть больше прожиточного минимума. Решение поднять зарплаты учителям школ давно требовало воплощения в реальность. Но пока такой чести удостоились только классные руководители. Президентам страны Владимиром Путином было предложено доплачивать им за их деятельность. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей – это огромная ответственность. И она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. За свои 30 лет преподавательской деятельности учитель русского языка и литературы Узья Талидаева воспитала огромное количество учеников. Выбирая профессию педагога, она ставила перед собой цель внести вклад в воспитание подрастающего поколения. Быть учителем для нее – в первую очередь призвание. Но материальный вопрос, как и для любого человека, тоже немаловажен. Педагог, прежде всего, он оказывает на детей большое влияние своим примером, не пустыми словами, которые мы все время любим говорить, поучать. Потому что профессия учить, она предполагает, что все время детей чему-то учить. Но когда ты своим поведением, своим отношением это показываешь, то я думаю, что дети видят это прекрасно, когда слова не расходятся с делом. Это самое нужное и важное. То положение, в котором в нашем обществе оказался учитель, было, наверное, недопустимо. Потому что учитель, который отвечает за души детей, он должен был, наверное, в обществе оказаться, наверное, не на последнем месте. И отсюда и завести. И сейчас, наверное, может быть, обратили внимание на наше образование. Может что-то изменится. Будем надеяться. Задача классного руководителя не только добиться от учеников положительной успеваемости, но и помочь им в личностном росте и выборе жизненного пути. На них больше ответственности. Им приходится решать больше задач. Соответственно, это требует дополнительного стимула. Ближе всего к ученикам, их классные руководители. Это каждодневная работа, связанная с воспитанием и обучением. И это требует особой подготовки. Роль классного руководителя сегодня возведена на уровень государства. И я думаю, это очень важный аспект. Сегодня у этих школьников общий праздник. У классного руководителя день рождения. Поздравляйте! Поздравляйте! Для них она уже действительно стала второй мамой. За каждого переживает, за каждым следит, чтобы он не отставал в учебе. У Зиата Лидаева на хорошем счету у руководства. Все ученики и их родители довольны ее методами преподавания. Для них она уже как родной человек. Это очень хороший педагог. Она умеет хорошо находить контакт с учениками, умеет доносить до них основные мысли, идеи, которые она должна донести с учетом ее педагогического мастерства. Учитель не просто обучает детей, он вкладывает в него всю свою энергию, всю свою доброту, всю свою силу. И это очень важная профессия для страны, потому что не каждый может быть учителем. Необходима ли поддержка учителям со стороны государства оказывать финансовую поддержку? Разумеется. Это очень важная профессия. Она должна поддерживаться, чтобы у людей был стимул учиться на педагога. Любой молодой человек рано или поздно становится перед выбором профессии. Многие ли из них в будущем захотят стать преподавателями, так как престиж профессии, какой бы благородную цель она ни имела, зависит в том числе и от ее оплаты. Решение вопроса целиком и полностью зависит от руководства страны. Первые шаги сделаны, и хочется надеяться, что и в дальнейшем увеличение зарплат учителям не снимут с повестки дня. Ведь посвятившие свою жизнь воспитанию подрастающего поколения люди должны иметь хорошую мотивацию. Авдулла Алиев, Магомед Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала.